Красная дорожка. Новости киноиндустрии, фильмы, сериалы, мультфильмы. Что смотреть? Старое или новое? Всё это на нашем радио. В программе Красная дорожка. На красной дорожке Олег Хилл. Привет, 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 друзья! И снова на волнах нашего радио. Я Олег Хилл. И я стою на красной дорожке. Именно с неё я вновь вам буду рассказывать, что я посмотрел в последнее время, что слышал о производстве фильмов и что посоветую посмотреть. Итак, начнём с фильма «Молодой папа». «Молодой папа» Падре Пио. Нет, конечно, это не тот сериал, который вы все видели с Джудом Лу. Нет, это не он. Сегодня мы поговорим о совершенно новом фильме, который называется «Молодой папа» Падре Пио. Этот фильм рассказывает нам историю о временах после войны, когда солдаты возвращаются домой. Но дома их ждут лишения и голод, ведь власть всё-таки в руках богатых землевладельцев. Ну а в центре внимания в этом фильме молодой священник Пио из ордена Капуцинов. Он становится на сторону бедных и начинает борьбу, помогая им и, конечно же, творя чудеса. Но, как и у многих из нас, у Пио есть свои внутренние демоны, с которыми ему теперь предстоит справиться. Этот фильм – это не только религиозная история, но и достаточно важная социально-политическая драма. Он основан на реальной жизни итальянского священника Франческо Форджоне, которому приписывали стигматы, чудесные исцеления и даже сражения с демонами. Ну, я думаю, что не на основе этой истории делали фильм «Экзорцист», а сделали именно вот этот фильм «Падре Пило». Интересный момент. Главную роль в этой драме исполнил Шая Лабаф, который известен своими достаточно нестандартными поступками. Но в этот раз Лабаф настолько вжился в свою роль, что даже покрестился в католическую веру. Он сказал, что нашел в Пио вдохновение для того, чтобы изменить свою жизнь. Фильм «Молодой папа» – это не просто кинолента, это возможность для Шая Лабафа очистить свой имидж и бороться со внутренними демонами. Ну, что можно сказать? Остается пожелать актеру успехов в этом пути. И я надеюсь, что это начало его новой страницы в его карьере, которую он начнет, как бы можно сказать, с чистого листа. Ну, а следующий фильм, о котором я хочу рассказать – это «Дурные деньги». Этот фильм лидирует в российском прокате на данный момент, в российском прокате зарубежных фильмов по итогам прошедших выходных. Фильм рассказывает о молодом трейдере, который делает головокружительную карьеру на фондовой бирже. Ну, я надеюсь, вы все знаете, что такое трейдер – это человек, который деньги туда-сюда, чужие деньги перекладывает с кармана в карман, проценты кладет себе, ну и так далее. Комедия «Дурные деньги» сразу завоевала титул лидера в российском прокате среди зарубежных фильмов по итогам этих выходных. И у этого фильма есть несколько сильных аргументов, почему его стоит посмотреть. Это, конечно, не «Волк» с «Волл-стрит», но все-таки. Во-первых, вы присмотритесь к своим финансам. Этот фильм заставит вас, так же, как меня, заглянуть в свой собственный карман, пересчитать доходы, расходы, найти все заначки, пересчитать их. Возможно, это вдохновит вас на инвестирование даже малых сумм. Экономика и деньги, особенно в современном мире, они актуальны. И этот фильм может дать вам новый взгляд на собственное управление финансами. Во-вторых, эмоции и драйв – это все-таки комедия в первую очередь. А во-вторых, этот фильм обещает сумасшедший азарт, который сравним с участием в спортивных соревнованиях. Потому что комедия способна заразить вас энергией и подарить порцию невероятных эмоций. Вы же знаете, как мы переживаем за людей, которые на экране показывают, как они что-то делают, если они к чему-то стремятся и так далее. Ну и в-третьих, это Пол Дана. Если вы, так как и я, поклонники таланта Пола Дана, то этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради него. Пол Дана объединяет необычную внешность с актерским и режиссерским, на этот раз, талантом. В этой работе он не только играет, но и режиссирует этот фильм. И этот его опыт оказался достаточно удачным. Поэтому не упустите возможность увидеть его в действии. Им дурные деньги обещают много смеха и эмоций. Ну и также, действительно, может быть, подтолкнет вас задуматься над финансовой стороной вашей жизни. Поэтому не упустить шанс весело провести время и, возможно, получить новое вдохновение для новых финансовых приключений. Почему деньги лежат в заначках? Пускай лучше работают. Поехали дальше. Классные новости для любителей сериалов. Валерия Гайгерманика приступила к съемкам второго сезона «Обоюдного согласия». Этот сериал теперь обещает увлекательное продолжение с новым, абсолютно другим сюжетом, который не связан с первой частью. Они подготовили отдельную историю, которая затронет важную и острую тему многолетних, абьюзивных, как теперь модно говорить, отношений темы насилия в семье. Сериал расскажет о загадочном убийстве успешного предпринимателя многодетного отца и все обвинения падают на его жену, которая, как утверждается, воткнула нож в своего мужа. Вот с чего бы это? Ай-яй-яй, какая нехорошая женщина. Но в процессе расследования вскрываются долгие и страшные тайны. И за идеальным фасадом семьи в целом и как чистенько и получается. Оказывается, мрачная история вот этого вот абьюза, а покойный был совсем не тем, за кого себя выдавал. Ну и представьте себе. А еще этот сериал будет замечательной новостью для фанатов не только актерского мастерства. В главных ролях сияет Глафира Тарханова, это нормально. А вот Диана Арбенина, представьте себе, снялась в этом сериале. Это, конечно, сюрприз. Потому что даже для Дианы Арбенина это достаточно большой актерский шаг. Большой дебют, я бы сказал, в мире кино. Потому что до этого она снималась только в эпизодах. А это большая полноценная роль. Сценарий второго сезона был подготовлен, между прочим, Татьяной Салахиевой-Талал и Александром Талалом. Которые ранее работали над такими проектами, как «Мычок». Ну, не буду врать, я его не видел. И «Пищеблок». А вот это уже интересно. Поэтому, да, если не видели, кстати, «Пищеблок», тоже посмотрите. Ну и я думаю, что обоюдное согласие. Второй сезон тоже будет достаточно интересный. Идем дальше по российскому кино. И сейчас я вам расскажу о новом фильме «Контакты» от режиссера Дмитрия Моисеева. Итак, представьте себе, на Землю прилетают инопланетяне. Ну, казалось бы, чем сейчас можно удивить вообще нас, землян? Ну вот разве что действительно инопланетянами. И не просто инопланетянами, а которые вот прилетели. И у нас появился некий такой «Район 9». Ну, если вы понимаете отсылочку, о чем я говорю, «Район 9». Этот квартал, вот этот вот такой получился прикольный космический квартал для пришельцев, в котором «Виталики». Живут себе «Виталики». Представьте себе, такие смешные создания, которые, ну, в принципе, должны стать мемом. Ну, как минимум, плюшевыми игрушками. У каждого, по-моему, должен быть свой Виталик. По крайней мере, после этого фильма. А у главной героини, медсестры Нины, не Виталик, ее отец заболел. Ну, и для того, чтобы его вылечить, она решает использовать прак. Не прах, а прак. Прак – это такое вещество, которое инопланетяне, вот эти Виталики, производят. Отсюда и начинаются настоящие контакты с инопланетянами. Да, тут можно обыгрывать название фильма как угодно. Фильм обещает быть классным, с крутыми спецэффектами, с креативной постановкой. Там будет задействована святая вода, микроэлементы, много юмора, когда герои будут общаться с Виталиками. Правда, пришельцы совсем не вызывают страха, даже если мы увидим их в увеличенном масштабе. Они как друзья, только из другой части вселенной. Ну, это нормально. Чем нас можно удивить, как я уже говорил. Фильм хорошо должен затянуть в свой сумасшедший мир, где есть место разным теориям, мифам и так далее. Но это будет немножко больше, как советская фантастика 80-х годов. Ну, а в целом фильм «Контакты» описывают как чашку теплого чая с имбирем в холодную зимнюю ночь. Я бы это оценил как чашка горячего Глинтвейна. Очень уютно, тепло, но будьте осторожны, ведь в него могут добавить прак. А если выпить слишком много Глинтвейна с праком, можно попасть в какой-нибудь фильм ужасов или в какой-нибудь тесные контакты четвертой степени. Дата в прокате, дата выхода пока что неизвестна. Держите ушки на макушке, я обязательно вам расскажу, когда этот фильм можно будет уже посмотреть. Так, теперь переходим к ITV. ITV – британская компания, которая готовится порадовать нас захватывающей драмой «Арчи». Это четыре увлекательные серии, которые расскажут нам захватывающую историю о жизни Арчибальда Лича. Если вы не знаете, кто такой Арчибальд Лич, я вам расскажу. Этот 14-летний подросток начал свой путь в нищете и в неблагополучной семье в Бристоле. Однако судьба приготовила для него удивительные приключения. Арчи решил отправиться в Америку, в США, где он создал себе новое имя – Кэрри Грант. Вот это имя вам должно что-то сказать на самом-то деле. И в итоге Кэрри Грант станет знаменитым актером, завоюет сердца миллионов зрителей. В 1961 году Кэрри Грант уже был на вершине славы. Но в его жизни не хватало только одного – не хватало любви и счастья после двух неудачных браков. Однако судьба приготовила ему новое испытание – встречу с телеактрисой Дайан Кэнон, которая была моложе его на целых 30 лет, и она была полностью устойчивой к его обаянию. Она изменила его жизнь. Он начал ухаживать за ней, и вскоре они стали мужем и женой. Кэрри Грант оставил кино после рождения их дочери. Этот великий актер дважды был номинирован на Оскар. Он снялся с такими легендарными актрисами, как Кэтрин Хэбберн, Ингрид Бергман, Дебора Керр, Дорис Дэй, Грейс Келли, Софи Лорен. Работал он с великими режиссерами, включая Альфреда Хичкока, Джорджа Фьюкера и Фрэнка Каприл. Кэрри Грант остается до сих пор одним из главных актеров золотого века Голливуда, благодаря своему комедийному таланту, стилю джентльмена и забавной самоиронии. Поэтому обязательно посмотрите сериал «Арчи». Он действительно должен быть интересным. Если вам нравится кино, то это именно для вас, потому что история кино, мы все ее должны знать. Ну а теперь давайте перейдем к такому сериалу, как «Падение дома Ашеров». «Падение дома Ашера». Этот сериал перенесет зрителей в эпоху крупных фармацевтических компаний, пересматривая известные произведения Эдгара Алана Поо через историю упадка богатой американской семьи. Этот проект можно сравнить, в принципе, с успехом или сердцем сквозь страх, предоставляя историю мести, власти, предательства, кровавых моментов и так далее. Иногда сюжет, конечно, покажется перегруженным за счет включения разных источников и одновременно недостаточно насыщенным в плане повествования. Однако мастерство режиссера Фланагана и возвращение актеров делают этот сериал захватывающим. Поздней ночью Родерик Ашер приглашает следователя по имени Аугуста Дюльпен в свой дом. И он решает раскрыть правду о криминальном прошлом своей семьи. Удивительно, что авторы сериала вкладывают вот эту вот основу одноименной истории Эдгара Поя с 1839 года, добавляя такие хвосты из других историй. Ну, части сюжетов. Там можно будет узнать такие произведения, как «Маска красной смерти», «Убийство на улице морг», «Черный кот», «Колодец и маятник». Прекрасный, кстати, рассказ. Я в детстве очень боялся, его прочитал, очень страшно мне было. «Ворон», кстати, да, но и многие другие. И все эти кошмарные видения, они переплетаются с семейной драмой Ашеров, создавая хитрую, такую, можно назвать эпизодическую структуру фильма, сериала. Но все ветви семейного дерева Ашеров будут насыщены насилием и ужасом. Родерик преследует призраки своих детей, которые стали жертвами ужасов искусства Эдгара По. И в целом эта адаптация умело меняет сюжеты Эдгара По для современной аудитории, потому что чувство вины, одержимость, мести и сверхъестественное чувство справедливости сохраняются. Важно отметить, что режиссер Фланаган держит руку на пульсе событий, используя отличную музыку и тщательный монтаж. Ну, а актеры, конечно же, великолепны, особенно Брюс Гринвуд и Мэри Макдоналл. Так что сериал «Падение дома Ашера» представляет из себя захватывающий такой сериальчик, который наверняка понравится поклонникам дома, в котором страшные или полуночные мессы. Ну, а в этот месяц, вот в октябре, сейчас, еще и перед Хэллоуином, в пятницу 13-е сегодня, как я мог забыть, да, пятница 13-е, Хэллоуин и так далее, и все фильмы ужасов, которые вышли в этом месяце на экраны, ну, они, как бы можно сказать, оставляют желать лучшего. С другой стороны, нет, они, конечно, фильмы ужасов, но, ладно, в общем, для сравнения вам в любом случае стоит посмотреть этот сериал, и я думаю, что он понравится, потому что он среди всех фильмов ужасов, которые вышли в последнее время, он такое яркое достаточно пятно, хоть и сериал. И, кстати, вот то, что я заговорил, я вспомнил, пятница 13-е сегодня, ребята, пятница 13-е, это же классика просто фильмов ужасов, поэтому, как раз именно поэтому я вам расскажу про то, что, про Джона Карпентера. Я думаю, что вот это имя вам точно много чего скажет. Джон Карпентер остался в полном недоумении после просмотра фильма «Барби». Представьте себе, Джон Карпентер посмотрел фильм «Барби», об этом он рассказал в интервью. Для начала я расскажу про его новый фильм, один фильм из этого сериала снял Карпентер, вот так скажем. С тех пор, как он снял свой последний фильм «Палата» еще в 2010 году, Джон Карпентер большей частью, по его словам, стал домоседом. Он проводит целые дни, сидя на диване, играя в видеоигры и следя за матчами женской баскетбольной лиги. Ну, возможно, ему просто нравится смотреть баскетбол. Ну, а даже его участие в качестве режиссера в одном из эпизодов телесериала вот этого «Пригородные крики» осуществлялось через зум. Вы представляете, насколько он обленился? Сидя дома, через зум он режиссировал серию этого сериала. В целом, Джон Карпентер всегда привлекает внимание любителей кино ужасов. И его вот этот новый сериал «Пригородные крики» не исключение. Это ограниченная серия, которая выйдет 13 октября, то есть сегодня, на платформе Пикок в Америке, обещает паразит зрителей шестью реальными историями ужасов, которые будут разыграны в обычных американских городах. Сериал включает в себя свидетельские показания, кинематографические реконструкции, архивные материалы, интервью с людьми, которые пережили ужасные события. Я не могу понять, это такой документарий будет? Или это художественная выдумка? Ну, в общем, его надо смотреть. Я, понятно, я его еще не посмотрел, он только сегодня выходит, но в любом случае, я думаю, скоро он появится на наших экранах. Какими путями, не знаю, не скажу, но появится. А Карпентер, кстати, возвращаясь к разговору о Карпентере, он является продюсером проекта, и не только. Он снял один из эпизодов и написал музыкальную тему к этому сериалу. Представьте себе. Да, выходит он сегодня. Значит, это, в принципе, такой сериал вообще, это целое событие для поклонников жанра. Потому что столько лет он не снимал-то ничего. Ну, а дата выхода для Европы и Великобритании пока что неизвестна. Но я думаю, что дату мы скоро узнаем. Даже, может быть, мы сначала посмотрим фильм, а потом узнаем дату выхода в Европе и Великобритании. В любом случае, не упустите возможность окунуться в мир ужасов Джона Карпентера и узнать, что скрывается за страшными историями обычных людей в обычных городах. Возвращаясь к интервью, кстати, о котором я начал говорить, Карпентер признался, что он вообще не в курсе современных ужасов, современных фильмов ужасов. Например, на вопрос о фильмах «Семейное наследие» или «Мидсаммер» он признался, что вообще не понимает, о чем речь, не имеет о них никакого представления. Оказывается, он живет в своем собственном мире. Ну, как я сказал, сидит на диване, там играется в приставку и смотрит баскетбол женский. Так вот, в интервью с Дженом Ямато из LA Times он как раз подтвердил эту информацию. Все думали, что он там сидит, действительно не может быть. Да, действительно, он подтвердил это. И забавной частью разговора оказалось то, что Карпентер посмотрел фильм Барби. Представьте себе, он сказал, «Я никуда не выхожу. Я вообще давно не был в кино. Но я посмотрел этот фильм у себя дома. Да, я его увидел. Я посмотрел Барби. Да я не могу поверить, что я посмотрел Барби. Но это же не мое поколение», – сказал Карпентер. «Я вообще не имею никакого отношения к куклам, и особенно к куклам Барби. Я вообще не знал, кто такой Аллан. Я имею в виду, я теперь могу подвести итог. Я действительно теперь знаю, о чем идет речь». Мне очень понравилось, когда она сказала, «У меня нет влагалища, а потом в конце я пойду к гинекологу». Вот для меня это, да, это фильм. Это просто вот фильм. Ну, я имею в виду, что здесь есть патриархат. Но все это, как оказалось, я пропустил. Патриархат над моей головой, но я это пропустил. И вообще, я думаю, что она потрясающая. Но это Марго Робби. Вот как-то так в сеть попала стенограмма этого интервью, именно с такими словами. Марго Робби ему понравилась. Понравилось фильм, вероятно, тоже понравился. И теперь он знает, кто такой Кен и его друг Аллан. Ну что ж, на сегодня почти все. Кроме того, что я еще не порекомендовал вам фильм на вечер. А учитывая, что сегодня пятница, 13-е, то, конечно же, это должен быть фильм ужасов. Так что, так, что из последнего вышло? Из последнего вышло, вот, если вы такой же фанат, как и я, фильма «Пила», то я хочу поделиться классной новостью. Десятая часть, только которая вот вышла. Так вот, в десятой части фильма мы возвращаемся к самому началу истории маньяка вот этого вот Джона Крамера. Эта история будет разворачиваться между первой и второй частями. И в ней будет столько интриги. Прям мурашки по коже. Джон узнает свой страшный диагноз. Потом он будет делать свои зловещие ловушки и даже найдет себе помощницу. А потом он отправится в Мексику, где ему пообещали чудесное исцеление. Но, как вы сами понимаете, ничего не бывает так просто. Врачи оказались настоящими аферистами. И поездка становится кошмаром. Ну, для них, конечно, а не для Крамера. Их будут ждать замысловатые ловушки и игра, где на кону будет стоять их собственная жизнь. А что самое крутое, наконец-то к режиссуре вернулся Кевин Гроттерт, который работал над предыдущими фильмами Пила. Так что я жду прямо вот, когда я сегодня доберусь до дома и посмотрю этот фильм. Потому что, да, он у меня отложен. Я его не посмотрел. Я его откладывал как раз на такой день, как сегодня, на пятницу, 13-е. Я буду ждать просто вот этих новых головоломок, извращенных и ужасов, кровищи и так далее. Так что не пропустите этот фильм. Посмотрите его сегодня обязательно. А мне уже показывают в окно, что время в студии давно истекло. И я должен уступить место ведущему ТОП ХИТ ЧАРТ 40 на нашем радио. Our Radio International. Ourradio.ch Не забывайте слушать наше радио. И я всегда вам расскажу что-нибудь про кино. Не переключайтесь. С вами был Олег Хилл. А сейчас ТОП ХИТ 40. Всего вам доброго. Красная дорожка. Новости киноиндустрии. Фильмы, сериалы, мультфильмы. Что смотреть? Старое или новое? Все это на нашем радио. В программе Красная дорожка. На Красной дорожке. Олег Хилл.